МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Переформатировать рабочую группу, включив в ее состав представителей ГИБДД, Федеральной налоговой службы, Государственной инспекции труда, профсоюзов. Поручаю Вавильну о том, чтобы мы усилили работу по контролю за регулярностью пассажирских перевозок, за качеством пассажирских перевозок. На сегодняшний день, надо признать, та система, которая сегодня есть, не срабатывает. Поэтому я предлагаю вам переформатировать вашу рабочую группу. В 2017 году компания ИСУЗУРУС и СИМАС подписали меморандум о намерениях по производству автобусов на шасси ИСУЗУ. Работа закипела. По программе обновления пассажирского транспорта в сентябре 2019 года в областной центр поступила первая партия новых автобусов СИМАС – 22 единицы. До конца года количество новых закупленных машин составит еще 50, а в ближайшие три года городские автопарки в регионе должны пополниться 350 новыми автобусами. Как отмечают специалисты, у машин выносливая силовая линия, собранная из надежных японских агрегатов. Автобус отвечает всем современным требованиям. Как я уже обозначил, в первую очередь это перевозка маломобильной группы населения, федеральная программа «Доступная среда». Это в соответствии всех федеральных требований по безопасности, по транспортной. Автобусы достаточно современные. И, наверное, такой основной аргумент в пользу наших автобусов – это шасси. По итогам восьми месяцев 2019 года объем отгруженной продукции предприятия увеличился более чем в семь раз относительно аналогичного периода прошлого года. Автобусы уже бегают по улицам Владивостока, Красноярска, Иваново, Ростова, Тюмени, а теперь и Ульяновска. Также в этом году завод запустил в производство новую модель автобуса, работающего на метане, который соответствует требованиям госпрограммы «Доступная среда». Специалисты подчеркивают, что в связи с развитием компании требуются дополнительные человеческие ресурсы. Сегодня на предприятии работают порядка 300 человек, из которых 190 – рабочих. На данный момент у компании «Большое будущее» и в связи с набором компаний «Больших заказов» мы набираем персонал. На данный момент мы работаем с автобусами уже порядка двух лет. Новые машины после оформления всех документов и технических проверок сразу отправляются в рейс. Кстати, с 11 ноября перевозчик ПАДП-1 открыл дополнительный рейс по маршруту номер 30 Центробанк-Проспект Сурово с отправлением автобуса среднего класса марки «Семас» в 20.00 от Центробанка в направлении Заволжского района. Наталья Чумаченко, Руслан Баталов. Новости Улправды ТВ.